Ну и что, я предлагаю начинать, всего лишь час, мы это поймали, Ксюша, между рабочими звонками. Девять сатра по Калифорнии, это всегда очень сложное время, но, к сожалению, пересечений с Москвой и с европейским временем не так много. Всем привет, меня зовут Алиса, я один из основателей, основательниц, не знаю, кто правильно, комьюнити компании Airteam. В Airteam мы занимаемся тем, что находим классных ребят, классных профессионалов, в основном это страны СНГ, но есть также Латинская Америка, Индия. А кто хочет работать в Штатах и у кого есть классные навыки, такие как маркетинг, дизайн, веб-разработка, и кто хочет доработать немножко свои навыки и проверить свои шансы на то, чтобы найти работу в Штат. Мы в этом помогаем, у нас есть менторы, как раз Ксюша один из наших менторов, у нас есть образовательные продукты, есть карьерный буткэмп, который можно пройти в течение пяти недель и подготовиться к поиску международной работы с фокусом на США. С нами сегодня Ксюша здесь. Ксюша моя очень близкая, хорошая подруга, и также у Ксюши суперинтересный опыт и путь, о котором хотелось сегодня бы поговорить. Ксюша сейчас работает продакт-дизайнером в Мете, в Фейсбуке. Вот, Ксюш, привет, спасибо, что присоединилась. И у нас с нами Ксюша, тоже Ксюша. Ксюша, представитель сообщества, креатор. Да, но я почему-то по видео не между вами, а так могла бы даже, может быть, она не загадать. Вот, да, девчонки, спасибо, что присоединились, и всем спасибо, кто к нам присоединился. Мы вот уже знаем, что у нас есть люди из США, из Грузии. Кто присоединился позже, тоже можете рассказать, откуда вы, и вообще так вкратце, что хотите, что ожидаете от этого часа, от вебинара. Я вижу АА, не очень уверена, что это, как обратиться. Ну, окей, хорошо, ладно, давайте не будем тратить время. Вот, я предлагаю немножко рассказать, да, про Ксюшу, про её историю, и, наверное, уже потом просто перейти сразу к вопросам, к вашим. Вот, Ксюш, мы с тобой, когда познакомились, лет пять или четыре, наверное, год четыре назад, ты тогда, я помню, делала выставку в Сан-Франциско, как художник. Вот, и прям крутую выставку с очень классными картинами, я даже помню, мы с тобой разговаривали о том, чтобы у тебя эти картины купить. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, ты из Украины. Да, я из Украины и родилась в Херсоне, то есть это маленький город, потом для учёбы переехала в Киев, я собиралась там жить. И, в целом, у меня очень творческий бэкграунд, творческая такая креаторская структура, и мне было довольно сложно найти как бы то место в жизни, чтобы себя проявить таким образом, чтобы и творческая составляющая, и вот эта приземлённая какая-то составляющая, там, логическая, чтобы они соединились вместе. Я не знаю, у кого здесь какой бэкграунд, но если бэкграунд, например, там, художников, графических дизайнеров, особенно если вы учились там в творческих вузах, то, возможно, вы помните, что там не учат, как продавать, там не учат никакому маркетингу, там не учат вообще, а что делать этими навыками, ну, там, рисование гипсовых голов, собственно, в жизни. Мне, типа, за это, оказывается, ты такой выходишь из этого там учреждения, у меня был колледж, и, ну, и ты не знаешь, что с этим делать. Я думаю, что там можно переключить, ну, там, перебросить на любую профессию, по сути, то есть то, когда университетские знания, ты не знаешь, как их монетизировать, и, оказывается, что их монетизировать, ну, как бы, ну, практически невозможно. И поэтому у меня, да, долго была какая-то идея о том, что я художник, и что мне нужно быть художником. Когда я переехала в Америку, я думала, ну, вот здесь, вот здесь точно всё получится. Просто в Украине там нету, ну, не развитая эта сфера, а вот здесь, здесь там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, здесь всё должно быть. Я рада, что я попробовала, я поняла, что, ну, то есть я, у меня исчезло из головы ощущение, что я художник. То есть когда я попробовала, я зафейлила, я поняла, что нет, это не работает, это не работает в моей жизни, и у меня это убрало вот это ощущение какой-то, возможно, лучшего варианта моей жизни. Что-то такое вроде, ну, вот есть, бывает у людей, что они там на какой-нибудь офисе работают с девяти до пяти, а параллельно в голове они там в своих фантазиях пишут книгу, там, параллельно в своих фантазиях они создают стартап, а параллельно в своих фантазиях они там рисуют картины. И вот у меня тоже была такая двойная жизнь, что я думаю, я вот работала в Украине в офисе, там, как дизайнер, и мечтала, что, ну, это так, а на самом деле, ну, короче, я попробовала, и да, когда мы с тобой увиделись, это вот была такая попытка, которую я рада, что совершила, и наконец-то поняла, что, ну, нет, нет, я не художник, и вообще-то мне нравится получать деньги и там, ну, и совмещать логику и творчество. Давай как раз с девяти до пяти про работу. Ты сначала занималась график-дизайнером, графический дизайнер работал, правильно? Да, я училась там в творческих профессиях, я не закончила вуз по режиссуре, потом я работала как чайный мастер в чайной студии в Киеве, и, а потом мне появился парень, который работал в IT-компании, и он зарабатывал, там, условных, там, две тысячи долларов на тот момент, я такая, в смысле, что ты делаешь вообще, ну, то есть, при том, что в Украине, там, тогда в тот момент в долларах было получать невозможно практически, кто, кто это, что ты за человек вообще, что ты там вообще делаешь, что такое IT-компании, вот, и я сначала начала делать фриланс-работу как графический дизайнер, и делала там очень много всего разного, вот, с каким запросом приходили, то я и делала. То есть, вот у меня сначала был такой первый шаг, как это графический фриланс-дизайнер, больше всего я делала плакатов для музыкантов, потому что у меня просто были друзья-музыканты, и мы, и я делала для них плакаты. А потом вот я насмотрелась на этого молодого человека, посмотрела, что он прекрасно себя чувствует в этой жизни, и я думаю, так, что ты такая, hey, Google, что такое IT-компания? Типа, а кто там вообще есть? Типа, что они вообще там делают? Я увидела, что там есть веб-дизайнеры в IT-компаниях, я не знала, что они делают, но я начала оплаяться на работы, очень долго мне никто не отвечал, у меня не было комьюнити-дизайнерского, я не знала, у кого что-нибудь, хоть что-нибудь спросить, у меня не было денег на курсы, поэтому, ну, то есть, это такое в потёмках просто. И тут в какой-то момент одна из IT-компаний мне присылает, ну, тестовое задание сделать лендинг-пейджи, я такая, блин, что такое лендинг-пейджи? Я говорю, что такое лендинг-пейджи? Ну, то есть, я вообще ничего не знала, у меня не было у кого спросить, ну, то есть, максимум, что я могла там погуглить, я даже из-за того, что у меня не было комьюнити, я даже не знала о никаких сайтах, что-то там дрибл, беханс, что-то есть какие-то статьи, ну, вот просто информация ноль, и когда они прислали эту задачу, я погуглила, сделала, и сделала вроде бы неплохо, и не взяли меня на работу, это вот была моя первая офисная работа в IT, компании в Украине, офис, который был в Израиле, мы делали там лендинг-пейджи для продуктов, и они потом как-то через аффилиэт-маркет их продавали, но дело в том, что из-за того, что я не знала, на самом деле, что такое лендинг-пейджи, через несколько недель они ко мне пришли, то есть с таким вопросом, типа, ну, о моём профессионализме. Ксения, как тебе помочь? Что тебе на что? Как тебе помочь? Что сделать, чтобы ты начала получше работать? Ну, ты хороший работодатель, не каждый придёт с таким вопросом. Очень верю, что даже вышло. Ну, да, ну, то есть они видели, что я вроде бы адекватный человек, но вот что-то, чего-то не хватает. Вот, и на тот момент у меня там была команда из пяти человек-дизайнеров, и я просто несколько дизайнеров попросила вот просто отвечать на все мои вопросы, как есть. Вот, и так я, ну, я попросила дать мне ещё две недели, и, ну, потому что мне кажется, что они такие с предложением меня уволить приглашали на этот разговор. Вот, и за эти две недели я там как-то попыталась проявиться. Вот. Тебя оставили. Меня оставили, да. Вы хорошие, но нужен хэппи-энд. А потом ты, значит, переехала в США, и как произошёл переход из график дизайна в UX-дизайн? А училась ли ты где-то? Ну, то есть, каким образом вообще и почему ты решила перейти в UX-UI-дизайн? Я, ну, то есть у меня вот графический дизайн, потом там веб-дизайн. Просто, что значит веб-дизайн? Просто мы создавали лендинг-пейдж. Потом вот с этим же молодым человеком мы переехали в США. То есть его пригласили туда на работу, я переехала вместе с ним. И я поняла, что в США никто не создаёт лендинг-пейджи. Ну, то есть тут это... Чем-то занимаются другим. Занимаются UX-UI-дизайном. Я такая, опять? Hey, Google, что такое UX-UI-дизайн? То есть я вообще не знала. Что это такое? Что такое продукт-дизайн? Это, ну, вообще была загадка века. Чем отличается? И я очень долго не могла понять. Когда мне... Ну, на тот момент я уже поняла, что нужно искать комьюнити, что нужно, чтобы были люди, чтобы у них можно было что-то спросить. Я начала ходить на какие-то митапы. И когда я спрашивала, ребята, что вы делаете в течение вашего дня? Я такие, ну вот, мы там изучаем юзера, делаем ресёрч. Я такая, господи, что? А вы вообще хоть что-нибудь рисуете? Там, может, какие-то кнопочки? Такие, ну, это, там, 10% отработает. А вот эти 90%, это что такое? Ну, то есть мне очень долго не было понятно. Ну, то есть я вообще не могла понять. Почему тогда это называется дизайн, если это не дизайн? Ну, типа, в смысле? Почему нельзя назвать это по-другому? Короче говоря, я поняла, что мне нужно какое-то абсолютно новое портфолио. То есть все мои лендинг-пейджи, которые я рисовала до этого, они не подходят. Я начала искать обучение, но обучение стоило, там, 15 тысяч долларов. Вот там есть такие general assembly, ну, какие-то bootcamp, из-за которых они обещают, что за 3-6 месяцев мы создадим несколько кейсов для портфолио и сделаем портфолио. Ну, то есть, почему я решила в UX UI Design идти дальше? Потому что, ну, есть какой-то бэкграунд. Я хотела поменять профессию. То есть то, что я слышала о продукт-дизайне, мне вообще казалось, что это не дизайн. То есть что там от дизайна осталось вот ничего. То есть осталось вот эти 10% того, что я люблю, что-нибудь там порисовать по фигме, а все остальное – это что-то вообще непонятное. Я думала попробовать там маркетинг пойти, потому что там... Но в итоге... Давай вот так вот, можно я вопрос задам? А продукт-дизайн что для тебя? Сейчас? Ну, вообще, да, что для тебя продукт-дизайн, и почему он так сильно отличается от того, к чему ты привыкла, что там минимальное количество дизайна? Продукт-дизайн, он направлен... Он чем-то похож на... В идеальной его какой-то форме на предпринимательство, потому что продукт-дизайн, вот в этом словосочетании продукт и дизайн. Там есть продукт и дизайн. И чем отличаются продукт-дизайнеры от других дизайнеров? Тем, что они думают не просто о том, как нарисовать что-то красивое, а в первую очередь о продукте. Не... Теперь я, наоборот, влюблена в эту... Вот как раз в эту часть всё, что не касается нарисованного и красивого, потому что здесь вот эти навыки, ну, можно развивать навыки, ну, отдалённо напоминающие предпринимательство. То есть ты идёшь к... Ну, что такое продукт? Это то, что можно продать там юзеру, а чтобы им это продать, им это должно быть нужно. И поэтому продуктовый подход, когда ты сначала идёшь к юзеру, спрашиваешь, а в чём его проблема, эмпотируешь ему... Вот здесь включается там часть психологии. То есть ты эмпотируешь своему юзеру, чувствуешь, какая у него там на самом деле проблема, что он говорит и что он имеет в виду, задаёшь ему вопросы. Потом ты эту проблему пытаешься решить с помощью продукта. Вот тут там вот эти 10% собственно рисования. И дальше там какая-нибудь коллаборация со всей командой, с инженерами. И вы там делаете какие-то гипотезы, делаете этот продукт, и потом смотрите, как он по цифрам работает. И вот это вот всё, вот это вот всё вместе это продукт-дизайн. И он... Собственно, тема отличается, что нужно, чтобы это в итоге стало нужным продуктом. То есть не просто... Нарисовать лендинг-пейдж никому не нужный. Да, да. Без вообще спрашивания там амбутирования юзеров и смотря на результаты. Значит, да. Вот это вот всё, вот этот весь процесс это создание дизайна всего. Там пути юзера, там дизайна продукта, дизайна вообще ментальной модели, может быть, какой-нибудь новой для юзеров. Ну, то есть вот это может быть имело смысл бы назвать в каком-то новом слове, но тем не менее вот этот дизайн мне нравится, потому что он реально рядом с предпринимательством. Скажи, а ты упомянула о том, что у тебя не было портфолио как UX, UI-дизайнера, а как ты решила эту проблему? Я примерно знаю историю, но она такая очень долгая и с большим количеством деталей, но, наверное, расскажи вкратце, как ты собрала это портфолио и попала на первую работу. Я так понимаю, что это был стартап в Штатах. Да, в общем, пришла в General Assam, ну, в смысле, я погуглила, что здесь есть для дизайнеров, которым нужно портфолио. Поняла, что стоит это 15 тысяч долларов. Ну, может быть, я как-то неправильно гуглила, может быть, есть где-то дешевле, я не знаю, но я такая, вау, нет, ну, как бы, нет, я не готова. И там обычно, как делают студенты, они занимают эти деньги и потом отдают, но мне было очень страшно занимать кредит. Вот кредит какой-то. А, кредит, да, да. Ну, мне было очень страшно брать какой-то кредит и думаю, ну, типа, ну, нет, это очень как-то тяжело. Я подумала, что я могу это сделать сама, то есть, почему я не могу создать свой General Assembly для самой себя? Правда. General Assembly, может быть, просто у нас, наверное, контекст разный с ребятами. General Assembly, это, ну, как скиллбокс, наверное, но такая, это очень крутая школа, которая, ну, как бы доучивает на какие-то скиллы, то есть, можно там с нуля стать диджитал-маркетологом, с нуля стать, там, UX, UI-дизайнером, вот, но стоит это все как крыло самолета, то есть, там, я не знаю, курсы от трех тысяч долларов, наверное, и, ну, это за какой-то короткий курс, вот, и там без потолка за, там, годовые, за восьми-шестимесячные курсы. Угу. Ну, да, то есть, я поресерчила, что есть, поняла, что все эти варианты не очень дорогие, и я подумала, что то, что они делают там, а что они делают там, они просто, ну, что это значит буткемп? Буткемп — это практическое образование, то есть, они создают группы, дают им задания, и в итоге, в результате, создаётся кейс, там, несколько кейсов за вот такой буткемп, и таким образом у вас появляется портфолио, с которым вы дальше можете куда-то идти. И на самом деле, есть ещё много противников, таких буткемпов, потому что говорят, что там, чему они не учат там, визуальному дизайну, и при этом не дают общие такие задания, которые, ну, в общем, и что в компаниях, там, те, кто нанимают, они очень легко могут дифференциировать, кто из вот такого буткемпа, а кто нет, ну, в общем, я так и думаю, ну, значит, я могу сама себе его создать. Я написала вот в группу нашей общей, значит, подруги Нелли, эта группа называлась UX, UX UI, дизайнеры либо в долине, либо просто в мире. И я тогда написала, сказала, что у меня есть такая идея, у меня нет портфолио, но у меня есть идея его создать, создать для для себя такой буткемп и найти реального заказчика, для которого мы сделаем бесплатный. Вот, возможно, вот такая же ситуация, давайте объединимся в такую группу и попробуем это сделать вместе. И откликнулось пять человек, то есть в итоге у нас было шесть, с похожей проблемой, что девушки хотели стать дизайнерами, у них не было портфолио, у разных людей был разный абсолютно букграунд, у кого-то в маркетинг, то есть никого не было UI-дизайнеров, были разные букграунды, даже не помню какие, и в итоге это был офигенный экспириенс, потому что еще неделю назад я думала о том, что я ноль, никто, мне никто никогда не даст никакую задачу, потому что я не знаю, как ее делать, и задачи довольно объемные, нужна команда, и через, буквально через неделю у меня уже есть команда из пяти человек, мы уже сами интервьюируем стартапы, и такие, мы выбираем, мы с вами работаем, а с вами не работаем, ну то есть, это просто было какое-то, вот реально за неделю поменялась просто жизнь, и какое-то свое ощущение в этом мире, и я просто чувствовала себя такой, типа, хакером этой жизни, просто я хакнула всю систему, короче, это было обалденно, то, что я придумала, и потом мы нашли, ну через, когда уже мы выбрали стартап, мы что-то поняли, что мы не знаем, что делать, мы такие, ребята, кто-то знает, что делать, такие, нет, и мы такие, блин, ну что же делать, но в итоге нам как-то еще жизнь там помогла тем, что у одной из участниц была знакомая девушка, которая хотела, хотела поменторить, и она еще нас бесплатно менторила, мне кажется, около полугода, то есть она созванивалась с нами надолго, несколько раз в неделю, в общем, вот так у нас. Мы нашли более опытного дизайнера, который вас менторил и рассказывал, что, собственно, вам делать, да? Да, 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 это было очень важно, то есть это была не такая опора прям. Ну, таким образом, у нас такая структура появилась, что нас шесть человек, я лид-дизайнер, как научить систему, у нас есть ментор, который очень хорошо знает весь материал, и есть у нее время и желание нас учить, и стартап, который мы выбрали, с которым мы работаем. Мы на самом деле, то есть это одновременно позитивный и негативный опыт, мы зафейлили этот стартап, мы не закончили, то есть мы там как-то его бросили на середине, потому что не хватило, ну, там, коммуникации с этим, ну, с CEO-фаундером, там, коммуникация внутри команды, все это довольно сложно. в итоге потом я заканчивала уже это как кейс для портфолио, уже самостоятельно, то есть половину мы сделали все вместе, половину я уже делала сама, но все равно я это записала себе в резюме, как то, что я полгода была лид-дизайнером вот в этом стартапе. Подробностей, ну, никого не интересуют, и потом там остались в хороших отношениях с этим фаундером, и еще ему на бэкграунд-чек, когда там проверяют бэкграунд-чек, и вот я указываю, да, в резюме, что полгода вот в этом стартапе бесплатно, то ему на бэкграунд-чеке звонят каждый раз и спрашивают, знает ли он меня, там, какой опыт был работы со мной, и мы вот с ним договорились, что он будет говорить, что все, типа, было офигенно. Я всегда удивлялась, звонят они или не звонят, все-таки звонят, да? Да. Ну, это, наверное, это же на Facebook и большие компании, я думаю, что стартапов просто нет времени для этого. Да, бэкграунд-чек это для корпораций. Да, да. Вот, ну, наверное, у меня последний вопрос, да, ну, собственно, ты поработала на несколько стартапов, я так понимаю, да, то есть работала ли ты как фрилансер или работала ты в команде, вот, и как, совершился твой переход из стартапов в Facebook? Хотела ли ты туда попасть? Долго ли ты искала эту работу? Искала ли ты эту работу? Долго ли это заняло? Я потому что знаю, что иногда собеседования там могут по полгода проходить. Вот. Как у тебя все это выглядело? Ну, в общем, спустя вот полгода работы у меня есть один кейс в портфолио, но это только один. А нужно для дальнейших шагов еще два, то есть всего три. И следующее, что я сделала, я просто спросила у всех, ну, у многих друзей, могу ли я у них поработать в их стартапе, как дизайнер. И вот Legion Farm Леша Белянкин мне таким образом помог, что он взял у меня свой стартап с зарплатой, ну, то есть это не была бесплатная работа, еще и зарплата. И там, благодаря их задачам, у меня появилось еще два кейса. И как только у меня появилось вот еще два кейса, мы, собственно, закончили работать. Это произошло еще через 8 месяцев. И после этого я брала паузу, там, на месяц, в этот месяц я в LinkedIn выставила эту галочку о том, что я ищу работу, и приехала через месяц там из путешествия, просто открыла все, что в LinkedIn у меня написано. Начала отвечать всем, всем, кто там писал. Там было около, там, не помню, 10-15 сообщений. Не плохо. И просто начала с этими всеми людьми созваниваться и параллельно оплавиться на какие-то открытые вакансии, там вот в этих всех разных сайтах. И один из людей оказался там представителем агентства. То есть оказалось, ну, я не знала этого на самом деле, я не подозревала об этом, что в Америке есть такие агентства, которые становятся между мной и корпорациями, для того, чтобы, ну, то есть они, и получается, что я работаю на это агентство, но в команде там, корпораций. Почему так происходит? Потому что иногда вот этот весь процесс... ...агентства, да, получается? корпорация. Да. То есть вот этот процесс найма в корпорацию, он длится довольно долго, то есть он длится около полугода, потому что там множество интервью и ну, почему-то каким-то образом там длится полгода. а иногда на какие-то сдачи, там, не знаю, кто-то резко заболел, или кто-то там нежно ушел в... ну, не знаю, забеременел, а задачи нужно закрывать, и на вот такие позиции срочно нужен человек. И я так думаю, что вот в таких кейсах приходит это агентство и говорит, что мы вам поможем закрыть этот кейс. Обычно контракты подписываются на полгода с возможностью продления. Вот. Я, то есть один из людей в моей почте оказался вот такой человек. И мы с ним созвонили, сначала там скрининг по телефону просто на адекватность человека, и потом он там проверяет какие-то вещи, которые ему нужны, и говорит, ну, в принципе, мы готовы с вами работать дальше. Вот могу предложить интервью через неделю в Facebook в команду там Marketplace Малых Бизнесов. Я такая, ничего себе, надевают. Ну, это должно было быть вообще мое такое первое. Это и было, на самом деле, такое мое первое интервью в Америке, и оно было в Facebook. И я еще, ну, а я на этой такая, пыталась вспомнить вот то ощущение хакера мира, которое тогда возникло. Это другое ощущение, да? Да, я его как всеми силами включала в себя там в сознание и в теле, и такая, думаю, ну, блин, это вообще будет типа супер-классная история, если будет мое первое американское интервью в Facebook, и я еще его сделаю, и типа еще меня возьмут на работу. На тот момент я только-только вышла, ну, только-только пришла из отдыха, еще не успела сделать презентацию, поэтому за ночь до этого интервью я доделывала презентацию. То есть там у дизайнеров, как оказалось, есть портфолио, которое должно быть в виде сайта или там в виде чего-нибудь там, какого-нибудь с PDF, и презентация, то есть это короткая версия этого портфолио. То есть такой пичдек, по сути. Типа того, да-да-да. Да, где ты за лимитированное количество времени, там, за 30 минут рассказываешь про эти два кейса, ну, про два кейса портфолио. Такой, да, реально пичдек получается. И вот у меня его не было, я его готовила за ночь до этого интервью, и я не спала всю ночь, и я не успела его проверить на ошибки, то есть я там, тогда еще не было чата GPT. вот, поэтому я уверена, что там были орфографические, там были какие-нибудь стилистические ошибки на английском, и я его не успела прогнать, и поэтому я не знала тайминг, сколько займет, и там, мне кажется, один из больших факапов там был, что там было видео внутри, и оно реально долгое было, я не рассчитала, и в общем, оно, ну как бы, выглядит немножко сыровато, все-таки, в итоге я не прошла на это интервью, но тем не менее, отзывы я получила хорошие, ну то есть, что они сказали, ну да, ну почти, но нет, вот, ну как бы для моего агента это был все равно хороший знак, что меня вот почти взяли, но все-таки там взяли другого человека, он такой, а, ну типа, ну значит на этого человека можно там положиться и дальше ее продвигать, и буквально еще, по-моему, через неделю или через парочку у меня было вот с ним же второе интервью в фейсбук, на которое меня взяли, а таким, ну вот для агентства, вот для таких кейсов с агентствами, там буквально проходит несколько интервью, то есть не полгода, там нужно, там не нужно делать упражнения whiteboarding или там app critique и другие, то есть здесь проходит вот только интервью с продукт-дизайн-менеджером, и ты показываешь свое предфолио, и все, и потом ты, если не добро, тогда ты проходишь background check. Наверное, один из лайфхаков поиска работы на американском рынке, это, наверное, если вы хотите попасть в большую корпорацию, такие как фейсбук, гугл и так далее, найти такие агентства, которые нанимают контракторов, потому что попасть сразу же в корпорацию, особенно если вы фрилансер или если вы работаете как контрактор в штатах либо как контрактор вне штатов, то есть практически невозможно, то есть проще, гораздо проще попасть сначала в пул этих агентств, их очень много, то есть они там между собой конкурируют, но обычно у больших компаний типа фейсбука и гугла у них есть какой-то пул этих агентств, с которыми они работают, вот, мы, наверное, можем какой-то список выслать попозже, после вебинара, где их искать, да, и как они называются, вот, у меня, наверное, закончились вопросы, мы пробежались по опыту Ксюши, по тому, по таймлайну, да, что, где работало, наверное, вопросы от аудитории, вот, какие-то более конкретные, еще, кстати, вот, пока ты говорила, кстати, блин, очень классно, спасибо, что рассказала про свой путь, для меня это даже как какое-то, ну, приоткрыть какую-то совсем неизвестную сторону, поскольку я, ну, как бы, я не дизайнер такой, ну, то есть у меня были какие-то графические там навыки, но посмотреть на это с точки зрения, как вообще люди пробивают себе, это, конечно, восхищение, ты вот сказала, что у тебя были какие-то ошибки, скорее всего, у нас как раз вопрос был от Мира Креаторов, задавали, какой уровень английского нужен, чтобы, нужно, может, есть какие-то школы, специализирующие именно на изучение английского в сфере дизайна и CG, как вообще, как вообще с английским и с переездом и со всеми этими, наверное, интервью, как у тебя было, может быть, поделишься. С английским, у меня был какой-то базовый английский, когда, то есть я могла, мне в этом смысле, эта тема мне давалась легко, потому что мне никогда не было стыда на эту тему, то есть, когда я приехала в Америку, я могла спокойно слушать, понимать, там, 60%, могла спокойно говорить с ошибками, и у меня на первые несколько месяцев, там, первые полгода я старалась разговаривать только с американцами и нашла таких интересных людей, у которых есть и русский язык, и американский, то есть, в смысле, английский их первый язык, а русский, ну, видимо, там, родители. Вот мы с этими людьми общались, вот таким миксом. Я не могу сказать, что я как-то когда-либо специально прокачивала английский. Я училась на маркетинге и на фотографии около полугода в бесплатном колледже. Тут есть, если ты год и живёшь в Америке, то есть бесплатные колледжи, и вот я ходила на эти курсы. Возможно, мне это немножко помогло, но я считаю, что если есть какой-то базовый минимальный английский, если вы можете на нём, там, ну, слушаете и понимаете, 60% говорите плюс-минус, что вам говорят, да не, всё нормально, ну, то есть, ну, типа, говорят нормально, давай-давай-давай, всё, всё классно, то всё, этого уже достаточно. У меня сейчас, до сих пор, я на митингах могу не понимать 30%, и я там могу прям сидеть и записывать какие-то слова, что это значит, что то значит, ну, то есть, мне до сих пор не хватает английского для... по поводу английского очень важно понимать всё, что происходит и очень важно изъясняться, ну, то есть, важно, чтобы не было языкового барьера, а ошибки, ну, совершенно, никто на них не смотрит, а Америка страна иммигрантов, здесь все говорят с каким-то акцентом, особенно, ну, в долине и в Сан-Франциско, вот, поэтому неважно, какой уровень делаете вы ошибки или нет, после того, как вы здесь проживёте какое-то определённое количество времени или там будете общаться с американцами, с американскими клиентами, не знаю, работодателями, вы уже сами как бы будете подтягивать автоматически уровень английского и замечать какие-то ошибки, но на ошибки здесь никто не смотрит, то здесь нужно отказаться от перфекционизма, вот, и просто говорить, просто изъясняться. Ну, и сейчас есть чат GPT, всё, всё, мы 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 прыгнули мы спасены, все наши имейлы спасены, да. Блин, вообще очень круто, ну, вообще это так похоже на то, что ты уже сказала про свой путь, когда ты просто, ну, как бы, вбрасываешься в среду и там уже разруливаешь, уже в процессе гуглишь, что такое, так же и с английским, как будто ты, ну, не видишь вот этой вот преграды, что перед тобой что-то есть, и ты такая уже сидишь на какую-то встречу и ещё там записываешь какие-то слова, блин, это очень вдохновляет. Может быть, есть какие-то ещё вопросы, да, у ребят, которые сейчас здесь. Кристина. Да, да, привет, ещё раз, спасибо за рассказ, Ксюша, очень интересно и классно, вообще супер, мне очень понравился твой подход, что ты не боишься сложности и всё, это круто получается. Ну, окей, да, все боятся. Я сверхтревожный человек, если что, у меня очень много тревоги, это моя вообще базовая эмоция, на самом деле. Понимаю. Вот, ну, у меня есть вопрос по поводу, вообще, ну, есть ли что-то, может быть, что очень важно при нами, на что смотрят, понятно, что на портфолио, может быть, в портфолио какие-то штуки, но вот, что, может, для тебя стало открытием, вот, на что обращают внимание, на что вот стоит обратить внимание, когда хочешь устроиться на работу. Cultural fit очень важно. То есть, ну, я перед тем, как приходила на какие-либо собеседования, я читала, ну, там, даже на Facebook, читала про команду и пыталась свой опыт, свои ценности немножечко перевернуть таким образом, чтобы это звучало продающее для этой команды. Ну, вот, я могу, я уверена, что меня взяли в эту команду в Facebook, благодаря cultural fit, потому что тогда я работала в communities, то есть, ну, это было собеседование в communities, в Facebook, то есть, вот эти группы communities, и я сказала, что вот я иммигрант, и, ну, они, по-моему, всегда спрашивают, почему вы хотите вот в эту компанию или в эту команду, и вот к этому вопросу лучше всегда готовиться заранее, и прям, ну, прям как-то его очень мудро сформулировать, почему вы хотите, почему вы будете классным человеком в этой культуре, в этой среде. То есть, я сказала, что, так как я иммигрант, моя семья находится далеко, и комьюнити для меня это семья 2.0, и это, ну, на самом деле правда, и я увидела, что это торкнуло прям этого проекта, она такая, о, ну, не говорю, ну, и я поняла, что, вот в тот момент я поняла, что меня, скорее всего, наймут. Я слышала очень часто от HR-ов и предпринимателей, что в первую очередь нужен человек, который, ну, как бы, как бы, как пазл в команде, а потом уже его скиллы, то есть, и все такое. Вот на это стоит обращать внимание. А по поводу портфолио, там более глубоко, еще мы будем делать, да, Алиса? мы будем делать еще другую встречу, и там прям я расскажу про портфолио, что в нем должно быть, какая у него должна быть структура, там есть определенная структура. Я занималась с ментором, это, кстати, был супер мощный, невероятный лайфхак, который очень мне помог сделать супер крутое портфолио, когда мой менеджер говорит, ну, сейчас в агентстве, он говорит, что мы, когда увидели твое портфолио, у нас там просто, мы офигели. Ну, то есть, таких портфолио, там, на рынке очень мало. А я занималась ментором, именно для того, чтобы создать это портфолио. И он, я думала, ну, это, наверное, какая-то американская штука, то есть, но он мне это уже говорит раз пятый, и говорит, блин, ну, с твоим портфолио, там, типа, мы вообще там, ну, в общем, то есть, он все время почему-то это говорит, и я понимаю, более outstanding, это мы будем еще потом. Как сэкономить 15 тысяч долларов еще. Да. Круто, спасибо, обязательно буду следить за следующими встречами. У нас осталось 10 минут, потому что у меня hard stop, у меня в 10 звонок. Ребята, давайте, да, от вас вопросы. Да, если можно, тогда вот быстренький вопрос, Ксюша, спасибо большое за то, что поделилась так искренне, и вот, походу, ты сказала, что вот с агентством не полгода, и поэтому ты вот сбежала вот этой стадии там, где F2C, whiteboarding, вот, если можно, вот, там, буквально, если возможно, вот, рассказать поподробнее, если не получается, например, с агентством, то что вот, вот эти вот стадии, как это в США, как это происходит, вот именно вот эти вот вещи. Да, есть, как они оценивают. есть суперкрутая книга, мы сбросим, мы сбросим с Алисой вот тем, кто прибыл, у кого у нас есть имейлы, там будет такой список, что нужно для того, чтобы попасть на американский, короче, в американскую компанию, и там будет книга, я сейчас не забыла, как она называется, могу встать, взять, сейчас, если у нас хватит времени, я возьму, потому что на полочке лежит, короче, суперкрутая книга, и вот там, именно как готовиться к вот этим всем дизайнерским упражнениям, их там четыре, whiteboarding, app critique, вот, презентация, и вопросы, там, про будущее, карьеру, планы, проблемы, как ты их решаешь, и так далее, вот, у него есть в этой книге очень правильный гайд, которым надо пользоваться, а мы, ну, и эту книгу, мне кажется, у нас имейлы не у всех есть, ребят, если можете скинуть в чат имейлы, мы отправим полезные материалы после вебинара, которые можно использовать для подготовки к собеседованиям, да, я думаю, что мы можем просто еще в чате тоже разместить, какие будут материалы, чтобы остались. Так, сейчас мы, вот, книга называется Solving Product Design Exercises Артем, Даша. Эта книга уже несколько, ну, много лет, лет пять, наверное, но все эти упражнения, они все еще актуальны. вот, вот по этой книге и готовятся. Да, там есть еще какие-то штуки, какие-то полезности, и мы еще вышлем в этих материалах. Ксюша, расскажи еще про воркшоп. Мы через две недели планируем в Airtim провести воркшоп по созданию портфолио, то есть прямо поэтапно, как оно должно выглядеть, что там должно быть, где искать первые кейсы, как искать ментора и так далее. Расскажи, наверное, поподробнее немножко, что там будет. Да. Я, в общем, я на самом деле считаю, да, что дизайн — это одна из лучших профессий в мире, потому что не нужно получать образование, то есть у меня нет там никакого дизайнерского или какого-нибудь другого образования можно, ну, то есть, короче, достаточно для того, чтобы войти в эту профессию, для того, чтобы там получать там какую-то первую зарплату 150 тысяч долларов в год. Вот реально нужно просто сделать полю из трех кейсов. Все. Ну, и это как бы это продать. Ну, все, то есть никакого MBA, ну, то есть ничего. Весь на это никто не смотрит. И поэтому это единственный навык, вот, самый важный и главный. И мы с Алисой подготовили воркшоп, на котором я буду рассказывать все, что меня учила вот девушка ментор, и как я собрала вот эти два кейса, из чего они, точнее, из чего они состоят, какой там должен быть старитейлинг, как нужно показывать свои сильные стороны, как нужно, что зачем идет, и в общем я могу показать, как он выглядит, кстати. И вас туда сейчас я хочу открыть. ты хочешь поширить экран? Да, я хочу поширить экран, просто он еще очень красиво выглядит, и я прям, не знаю, у меня на красивый, а, у меня, может быть, не получится. Все, можно, теперь можно. У меня просто на красивый дизайн, и могу, я прям. Ты же дизайнер и художник. Ну вот, в общем, такой класс, типа UXY портфолио, как узнать, как продать себя дорого. Вот, и что такое портфолио, что есть два вида презентации, сайт, что такое презентация, что-то должно быть, и так далее. Вот, и мы потом планируем это сделать и на английском тоже. Вот, но первое мы хотим протестировать на русскую аудиторию, и, в общем, мы туда вас приглашаем. Если вам интересно, как сделать Outstanding портфолио, так, чтобы ваш менеджер уже несколько лет вспоминал об этом портфолио, а то, насколько Outstanding, вот. То я кинула сайт воркшопа goairteam.co, не .com, это наш bootcamp, а .co, это все наши курсы, вот, можно там посмотреть, и для всех участников вебинара это будет платный воркшоп, не 15 тысяч долларов, а, по-моему, что-то около 10 тысяч рублей, вот, с разбором портфолио в группе, да, то есть Ксюша разберет портфолио каждого участника в чате, в закрытом в Телеграме, расскажет, чего там не хватает, что можно дополнить, поменять, и для участников вебинара мы готовы сделать скидку 20%, вы просто нам скажите, что вы приходили на вебинар, какое сегодня число 2 августа? Ну, в целом, те, кто даже посмотрит записи, я думаю, вот. Есть ли еще вопросы, ребят? А можно вопрос про вебинар, я так понимаю, он для всех дизайнеров или для тех, кто только пришел в профессию, что именно портфолио с нуля, в каком плане, что у меня еще вообще нет проектов, или у меня просто нет портфолио? Непонятно. Оно про то, как должен выглядеть кейс внутри, но в том числе я еще раз расскажу, но просто подробнее вот эту историю про то, как мы создавали кейс с стартапом, типа, как сохранить хорошие отношения, как сделать так, чтобы, когда звонил работодатель, чтобы фаундер, с которым у вас как бы не получилось, но все равно говорил хорошие отзывы, как закончить работу, в общем, про вот этот кейс я буду подробнее рассказывать, типа, что делать, когда у тебя вообще нет кейсов, где их искать, и какие варианты могут быть похожи, вот, в общем. Кристина, наверное, к твоему вопросу, это для дизайнеров, у которых есть опыт работы от одного года, то есть, у которых есть скинли дизайнеров, но нет портфолио, вот, то есть, мы не обучаем дизайну с нуля, мы помогаем упаковать свой опыт и то, что у тебя там уже есть, либо то, что можно, как можно новые кейсы получить именно для американского рынка. Спасибо. Да, конечно. У нас вот мальчиков там много было, но мальчики не хотят задавать вопросы. Никита, привет. Ну, окей, ладно. Ну, вообще, уже так хорошо, знаете, чтобы не затягивать, но и чтобы было как-то все по фактам. Большую часть прослушал. Ну, хорошо, мы отправим, есть ли у нас твоя почта, Никит, мы отправим запись вебинара тем, кто подписывался. Мы поделимся еще в чате Мир Креаторов, вот, я думаю, скинем, чтобы как можно больше увидела, потому что, возможно, это вообще не очень, не самое удачное время, ну, то есть, все живут по разным каким-нибудь часовым поясам, вот, так что, да, пожалуйста. Еще, если хотите, приходите ко мне в Telegram канал, в блог, там есть хэштег мета на английском, и там я много чем делилась, и как это происходит, какие там, как выглядит митинг, ну, там все секретно, конечно, но что-то я просто какой-то вайб передавала, в общем, если интересно вот это, то приходите. А пришли ссылку? А, ты прислала. Это чатики. А, супер, чатики есть. Ну что, классно, спасибо, что пришли, у меня был такой, как тревожный человек, я супер тревожилась, что никто не придет. А так, здорово, что, что вы слушали, и я с удовольствием поделюсь вот в этом файле какими-то еще полезностями, вот, так что спасибо за имейлы и приходите на воркшоп, там будет очень классно, то есть, я не знаю, что бы я делала без этого ментора, но, то есть, была полная глупость быть не в комьюнити в начале моей карьеры, была полная глупость не обращаться к дизайнерам за помощью, не работать ни с кем, вот, менторы и обучение это вообще лучшее, что может придумать человечество, на самом деле, оно точно сокращает время. Хорошо, Ксюш, спасибо огромное, всем хорошего дня, вечера, на кому-то ночи, вон, на кому-то ночи, да, спасибо большое, спасибо огромное, очень полезно, спасибо, супер, тогда все отправим в информацию, в чатик и на имейлы, да, всем, всем пока, пока, спасибо, спасибо, пожалуйста,